Ну что, ребятки, ребятушечки, кто к нам присоединяется, всем привет! Привет! 10 тысяч лет! Не выходила в прямой эфир, даже забыла, как это делается, представляете? Красавица! Привет с праздником! Спасибо, мои любимые! И вас всех с наступающим Новым Годом! Зашла в торговый центр, тут такая суета, столько людей вообще, просто сесть негде, люди гуляют, покупают подарки, наслаждаются предновогодним настроением, в общем, атмосфера классная! Мама, хотите что-то? Катюша! Кать, скажи мне, если я тебя подключу в прямой эфир, ты не будешь против? Потому что у меня очень многие спрашивают, как у тебя дела? Я хочу, чтобы ты, может быть, сама что-то людям рассказала. Как твоя жизнь поменялась? Иришка! Ой, тут девчонки с нашего первого потока! Первый поток, курс менеджер Инстаграм. Девчули, которые уже работают, только отучились и уже работают. Ира, которая в прямом эфире работает с двумя крупными блогерами-миллионниками. Мой муж тебя обожает, спасибо большое! Да, Катя готова выйти с нами в прямой эфир. Вы меня все слышите? Давайте так, сейчас обратная связь нужна. Все слышат меня или не все слышат? Катюх, ты тогда отправь запрос. Катя, помните, да, которая участвовала в перезагрузке, у которой после нее полностью, кардинально вообще изменилась жизнь. Чтобы это было не с моих слов сказано, Катя вам сейчас лично сама расскажет о том, какие метаморфозы с ней произошли. Катюх, запрос кинула? Да? Подключать ее? Да, 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 да. Да, кинула. Так, звук пропал. Звук слышно хорошо? Катя присоединилась. Привет, зайка! Как твои дела? Все хорошо, у тебя как? У нас тоже, слава богу, все хорошо. Я хочу, чтобы ты тоже девчонкам и ребятам, которые сейчас сидят в прямом эфире, которые ждут от Нового года каких-то изменений, рассказала, как твоя жизнь поменялась. Все, начать. Вот кто хочет купить курс у Юли? Это вот прям не то, что надо думать, а идти прям на пролом и покупать этот курс. Это сто процентов. Она изменит вашу жизнь не просто кардинально, она вас перевернет с ног на голову. И потом через полтора месяца, да, ведь обучение у тебя идет? Да. Через полтора месяца вы будете уже жизнь сравнивать до и после. Вот просто у вас пройдет горизонтальная линия и будет как до и после. Моя жизнь изменит. Ты сейчас сколько зарабатываешь? С кем ты работаешь? Я также в стоматологии работаю. Пока, ну, я ее никак не хочу... Я ее никак вообще не хочу менять, потому что мы уже с ней, ну, прям друг друга с полуслова понимаем. То есть, если что и надо, даже я ее понимаю, что она хочет видеть от меня, и которые я, да, там, подачи предлагаю, и она принимает вообще без проблем. То есть, я с ней очень хорошо уже там сдружилась, и даже не хочу ее менять. Около 30 тысяч. Молодец. Ребят, смотрите, кому неинтересно, кто пишет про то, что впариваешь, впариваешь или не впариваешь курсы, я никого не держу. Если вы хотите довольства тем, что у вас есть, какие отладки, если хотите, вести, что вы экономите, дышите, с одним выходом, паша, если ваша, так, я видя, какие отзывы от ученицы, тоже ученицы хорошие. Может, ты дальше придумаешь, думаешь, что ты любишься, что ты любишься, что ты любишься, светлое будущее, поэтому ваш мозг блокирует, говорит, нет, нам туда нельзя, это инфастанство, хотя бы даже не понимаешь, это инфастанство, мне тоже интересно. И это не предел. Один аккаунт, ты любишься, ты любишься, идет сказанную сеть, видели вы скажите меня слышно или не слышно вы хотите чтобы мы перезапустили эфир слышно да она написала я просто хочу понять вы меня слышите или вы меня не слышите так мария пишет что слышно все отлично поэтому я сразу говорю если у кого-то есть убеждение или вы не верите в то что возможно поменять свою жизнь и возможно действительно зарабатывать независимо от дяди от тети от графика с абсолютно любой точки мира это вас в голове это ваши установки в голове огромное количество людей которые работают на удаленке потому что удаленка в двадцать первом веке наверно самая востребованная профессия см менеджер это см менеджер может работать и с блогерами и с коммерческим аккаунтом работы год более непаханное было бы желание опять спешить неслышно висит просто иногда не очень ребят я не знаю что делать тогда ребят напишите вам слышно или не слышно я буду сама с собой разговаривать кто-то пишет перезапустите никого не было все хорошо слышно ой сколько тут девчонок а с нашего первого потока и это еще раз говорит а если мы все остались хороших отношениях если люди после того как уже закончили курс с прекрасными воспоминаниями понимаете остались отличными впечатлениями и с найденной работой о том что это все действительно работает работает классно рассуждать когда в этом не понимаете когда вы в этом не хотите разобраться когда собчак сняла передачи пытается сейчас выдавать это за истину более того и вот посмотрите пройдет совсем немножко времени и у собчак тоже будет свой курс и я есть о чем рассказать и есть чем у вас научить ну вот я что что она таким образом делает сейчас свой прогрев и я не одна как бы в этом мнении схожусь сейчас секунду а а в следующем году будет еще обучение я не знаю будет или нет почему мы решили вообще второй поток сделать именно в декабре потому что я считаю что новый год это офигенная возможность все плохое старое негативное оставить в старом году я собственно говоря этим и занимаюсь я хочу в новый год войти с новыми эмоциями с новыми впечатлениями с новыми возможностями и вам хочу предоставить эту возможность чтобы вы поняли что может быть по-другому блин вот правда можно жить по-другому в удовольствие себе кайфовать от своей жизни не выживать не считать там последние копейки и думать на что их потратить а жить в кайф работать в кайф обзаводиться новым классным окружением работать уже из любой точки мира ребят если будете задавать мне вопросы про мандизира ну вы же видите я их целенаправленно игнорирую ответов вы не получите я не хочу больше муссировать муссолить и обсуждать это чем ваш курс сейчас уникален куча сейчас курсов и разные расценки я могу сказать тут даже нет не я говорю за себя а наши ученицы с первого потока и их кейсы я не видела ни одного реального отзыва учеников с других курсов то есть люди в сторис у себя выставляют учеников своих не отмечают ну какие отзывы я могу не понятно ну то есть это как бы ваша проблема да это как в школе как в институте один учитель нам объяснял мы все понимаем другой объяснял мне черта не понимаю у нас уроки идут онлайн у нас алена выходит вот как мы прямом эфире точно также только там в зуме с девчонками работает объясняя девочки походу могут задать ей вопрос а у кого не получилось быть прямом эфире те уже потом пересматривают эфир записи у нас огромный чат где все делятся своими какими-то инсайтами вопросами тут же какими-то фишками ну у нас прям не просто обучение у нас такая очень дружная и мощная семья и поддержка где все я говорю все зациклены на одно и все друг друга поддерживают поэтому наш курс эта фишка нашего курса он уникален плюс мы предоставляем сразу людям кейсы наши ученики выходят с готовыми кейсами что немаловажно они тренируются на мне я блогер миллионник людям потом проще искать работу потому что у них уже есть их портфолио заказчик спрашивает ну как бы что вы умеете он показывает вот что я умею я им даю монтировать свои личные видео я им даю монтировать свою личную рекламу мы объясняем всю внутрянку потому что алена патр эксперт у нас на курсе это играющий тренер это человек не только которая в теории что-то там где-то там услышал прошел какие-то курсы не теоретик это практика ли она стояла у истоков smm не как девочки которые вам вчера сами где-то курс прошли и сейчас они уже вещают как надо но не человек с именем с огромным количеством блогеров миллионников она миллионниками она работала проект танцы на тнт дом 2 вечерний орган взял взгляд снизу не огромный опыт поэтому я считаю что наш курс действительно уникален и тому есть подтверждение я ни в коем случае никогда не буду никого хаять и говорить о слабых сторонах наших они даже не конкуренты просто слабых странах людей которые тоже делают курсы я лучше буду говорить о наших сторонах потому что я очень часто вижу на просторах как один пытается засрать курс другого это низко это такая игра на низких вибрациях я лучше буду говорить о наших плюсах кстати я чтобы сама так одна не вещала вот алена которая была у нас экспертом всеми любимая строгая учительница нашего первого потока может вам тоже рассказать да привет всем привет 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 я хочу рассказать следующее что когда-то свое время я была мамочка в декрете который просто не понимала чего вообще делать потому что мне не хотелось выходить на какую-то постоянную работу я хотела видеть как мой ребенок развивается давай ты иди со мной тоже чтобы а вот чтобы было видно что у меня иришка иришка наша здесь да 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 значит я я значит соответственно думала а что делать каким образом вообще мне работать если я хочу смотреть как мой ребенок развивать но я не хочу тебе в офис и работать с понедельника по пятницу и совершенно просто случайным образом 2016 году я попала в тнт-клаб и я там собственно говоря прям мне просто супер мега повезло то есть я там уже прям на месте начала осваивать эту профессию тогда еще очень сильно новую и когда я поняла что можно работать на очень крутой очень интересные должности общаться с какими-то крутыми людьми получить очень крутое окружение очень хорошо зарабатывать на этом и при этом при всем я работала на удаленке то есть я видела как растет мой ребенок я водила ее лично гулять одевать кормить и так далее то есть мы с ней 24 на 7 были всегда вместе даже сейчас мы проводим прямой эфир когда она просто шла в игровую у меня там дочка но даже сейчас она здесь вместе со мной мы всегда везде вместе а вот и а когда я поняла что так можно я была в таком восторге полном я всем своим подругам начинаю говорить кто в декрете есть выход из этой ситуации все срочно обучайте сама лично не одну свою подругу обучила которые также ушли по увольняю со своих работ не спокойно себе работает на удаленке потому что это очень классная профессия и самое главное который даже себе представить не можете сколько она дает разных перспектив ребят я уже перебила кто пишет мне нужно купить квартиру поэтому этот курс вы можете меня поздравить ее уже купила просто я не афиширую потому что есть такие токсичные люди как вы я блогер блогер миллионник у меня свой интернет магазин а я достаточно зарабатываю и содержу всю свою семью сама всю свою семью по чертам и очень этим горжусь это ваш узконаправленный мозг который не пытается даже разобраться что это такое вы где-то услышали где-то по верхушкам собрали информацию вы вглубь не копаете вы даже не готовы пойти зайти в мой пост посмотреть девчонок которые оставляли комментарии которые действительно отучились у которых есть уже плоды у которых есть работа у которых есть зарплаты про это же это же элементарно если знаете из серии отвергая предлагай вот если вы говорите что это неправда это все фарс так вы зайдите и посмотрите и напишите людям когда вы говорите что это подкупные мамочки ну реально смешно мы когда делали первый запуск и катя которая сейчас выходила в прямой эфир да мы ее транслировали я приезжала к ней я забирала ее в деревню и катя не была актриса да я даже не спорю на многих курсах во многих запусках берут актрис потому что это проще это проще ты заплатил человеку деньги как вот я вчера у собчак смотрела передачу а гуара витясян нанимала актрису но это ее право она не захотела заморачиваться а я захотела заморачиваться а я реально захотела человеку помочь и я анонсировала в своем stories я говорила вам не раз пишите пишите свои истории мы выберем одну которая меня действительно тронет до глубины души и поможем этому человеку катя вытянула просто счастливый билет у катя поменялась жизнь поменялась жизнь катю продолжают вам дальше показывать продолжают вам дальше показывать поэтому вот вы можете писать все что угодно это просто отмазка в пользу бедных я больше на меня обижаться да это просто так интересно очень много блогеров вот сейчас реально очень много блогеров очень много бизнеса все поняли что в интернете можно прекрасно зарабатывать что в инстаграме можно зарабатывать прекраснейшие деньги там на самом деле клиенты очень дешево выходит понимаете да то есть всем нужны сэмэмчики просто вы Вы просто посмотрите, что вокруг вас происходит, да, то есть всем нужны СММчики, потому что кто с бизнесом пришел, кто решил стать блогером, ну вы же видите, что происходит. У нас все сидят в Инстаграме, никто сейчас не смотрит телевизор, не знаю, у меня мама, мне кажется, с утра просыпается, у нас Инстаграм день начинает, Инстаграм заканчивает. Нет, я просто хочу сказать следующее, вот кто говорит, что здесь в Инстаграме нет денег, ну вы просто прикиньте, да, вот, просто, просто, тут не нужно даже быть семипядью во лбу, просто можно посмотреть, какое количество блогеров и какое количество коммерческих аккаунтов, и всем им нужны сторисмейкеры, копирайтеры, менеджеры, но это понимает тот, кто хотя бы чуть-чуть в этом разбирается, кто шторку свою хотя бы приоткрыл и попытался понять, а не как бабки на лавке, знаете, когда более-менее красивая девушка выходит, что говорят бабки, проститутка, понимаете, и все, им невдомек, что она, может, на машину далеко не насосала, а заработала сама, работая, сейчас тем более, да, это легко сделать, не обязательно иметь папика, можно самой на квартиру и на машину заработать, было бы желание. Кто хочет, он ищет возможности, кто не хочет, вот так вот всю жизнь и просидит на попе ровно, будет везде искать подвох, хаять тех, кто зарабатывает, искать какую-то черевоточинку, ищите, кто-то за сеть, как лавк. Ну, то есть, ну, посмотрите, что происходит вокруг. Это действительно супер востребованная профессия, не хватает нормальных и хороших самочек. А вот вы пишите, какая чушь, а можно спросить, где вы работаете, кем вы работаете, какая у вас занятость и сколько вы за свой труд получаете. Просто, чтобы мне понимать, наверняка вы какой-нибудь менеджер, который работает с 9 до 6, либо вы работаете на какой-нибудь государственной службе с одним-двумя выходными, отпуск берете раз в год, ну, иногда два раза. Какая-то еда, да еще что-то. Так же, как и в Тип-Топе в свое время. Мама! Мама! Отправь мне на игру. Хорошо, сейчас тебя отправлю. Так, подождите секундочку, минуту. Вот вспомните время, когда не верили, что блогеры могут нормально зарабатывать. И что сейчас происходит? Сколько этих людей в Инстаграме и какие идеи вокруг них крутятся? Да, мне тоже, знаете, сколько людей пишут? Иди работай. Иди работай. То есть для людей работа – это когда ты находишься в графике. То есть многие люди не понимают, что работать – это значит зарабатывать деньги и за свой труд получать хорошую оплату. А работа – это не значит ходить за 3 копейки, тратить полжизни в пробках, в дороге, куда-то ехать, сидеть в офисе или где, ну, неважно, кем вы работаете. То есть для многих людей именно в этом заключается работа. Я так не считаю. Моя мама работала, моя мама отпахала всю свою жизнь, она была медицинским работником. И что? И моей маме сейчас пенсия 10 тысяч рублей. Ну, вы серьезно? Вы серьезно? Вот мне просто хочется спросить. Я не хочу себе такую старость. Я честно говорю, у меня есть огромное желание заработать сейчас на несколько квартир, потом эти несколько квартир сдавать, и все, я не рассчитываю на наше государство, мне не нужна эта подачка в виде 10 тысяч. Продолжение следует... Продолжение следует... Насильно к себе не тянем. Не тянем. Девочки, которые у нас прошли курс, они довольны, они счастливы. У людей получилось изменить свою жизнь, а дальше будет еще больше. К тому масса примеров. Не только Катя, которая прошла перезагрузку, Алена вам рассказала свою историю. Лена, копирайтер, с которым я работаю. Менеджеры, которые на меня работают и продают рекламу, и каждый из них с моей рекламы имеет по 20%. Вы хотите сказать, это плохие деньги, но это всяко больше, чем день через день ходить на работу и зарабатывать там 30, 50 тысяч. Нет, есть, конечно, я не спорю, если вы зарабатываете по 200, по 300 тысяч в месяц, конечно, зачем вам удаленка, и вам нравится ходить и пахать. Это хорошие деньги. А когда люди, особенно в периферии, в маленьком городочке, работают и получают 10-15 тысяч, не видят ни ребенка, ни как он растет, ни как он пошел, ни как он заговорил, вообще Света Белого не видят, и в конце им приходит ежемесячная зарплата 10-15 тысяч. Камон, ну вы реально считаете, что в этом есть счастье? Нет, я считаю, счастье захотел, вот как Алена, захотела, полетела, у нас идет курс, Алена захотела с семьей, полетела в Египет. Сидит с мужем, с двумя дочками в Египте и продолжает работать. Нет, кого не зависит сама, выстраивая свой график. Все, ну для меня вот это счастье. И когда вы мне говорите, найди работу, правда, я не хочу искать работу, потому что у меня есть работа. Работа это то, что приносит деньги, не когда ты выживаешь, а когда ты зарабатываешь деньги. Рядом сидит Алена, моя близкая подруга, эксперт нашего курса, очень-очень выдающийся СММщик, которая работала с очень крупными блогерами, миллионниками на проекте «Перезагрузка ТНТ», «Дом-2», хотел сказать, «Танцы со звездами». Да, «Танцы на ТНТ», да. У нас на самом деле на курсе 7 или 8 девчонок уже уволились по время даже курса, они уже поняли, что есть перспектива, они уже начали получать предложение о работе и уже стали увольняться. И с таким огромным удовольствием все это делали, потому что очень часто и очень многие были совершенно на каких-то не своих местах. и одна история вот у Вики, девочки, да, помнишь, которая, в которой Дима пишет «Дим, привет!» Да, привет, да, привет. Ой, Дима уже с нами как раз. Вот Дима с VIP-тарифа уже у нас, да, мы его так уже обозначили, наша новая звездочка. Дима уже выкупил VIP-тариф и уже с нами идет. Ребят, я не знаю, будет ли следующий курс. Правда, это очень энергозатратно. Это огромное количество времени отнимает, потому что у нас нет цели продать курс и все, и потеряться. Это тоже очень частое явление. Весь курс мы находимся в общем чате, мы созваниваемся с девочками, мы списываемся с девочками, мы отвечаем на все вопросы в чате. Это, ну, правда, много ресурсов на это тратится, потому что мы хотим, чтобы люди ушли не с дыркой от бублика в голове, а действительно со знаниями, которые смогут потом применить в своей работе. И более того, девчонкам супер заходили вообще уроки, все слушали с открытыми ртами, и я не знаю, какой бы просто после каждого урока, это был просто взрыв, мозговой штурм, они все сразу же это обсуждали, все сразу же делали. Это безумно интересная профессия, это потрясающе. Вы даже не представить не можете, какие пред вами горизонты откроются. Если вы работаете с блогерами, какие у вас возможности открываются, когда вы начинаете работать с блогером. То есть все блага, которые доступны блогеру, они становятся доступны вам. И вот у нас Ира, не знаю, Ира, да, вот Ирочка еще здесь, да, а нельзя нам Иру добавить? Да, если Ира сама захочет. Ириша, а ты выйдешь на связь с нами? Можешь заявку подать? Все, и мы бы сейчас с тобой переговорили. Олечка здесь тоже. Какой-то молодой человек пишет мне, что я кроме своего инстаграма ничего не умею. Простите, я вот не заметила, как вас зовут. Во-первых, я по профессии, я закончила 11 классов, я по профессии без строек, я по профессии менеджер-управленец. Мне не нужна эта профессия, потому что я работала и в ресторанном бизнесе, менеджер в ресторане, даже в Москве. Ну, если получают 70 тысяч, 80, это хорошо. А в период, когда была пандемия, все сели на жопу ровно, практически никому, практически ни за кем не сохранили зарплаты, людей просто пустили в свободное плавание, и всем было начихать. На что вы будете жить, что вы будете пить, есть ли у вас кредиты или ипотека. Никого это не волновало. Вам ваше государство много помогло? Ну, я не знаю, мне нет, моим знакомым тоже нет. А я вам открою Америку. А в период пандемии я зарабатывала очень хорошие деньги, потому что все сидели дома, доставка еды, доставка вещей, люди заказывали домой, все. Я и мои менеджеры, мы без работы не сидели. Поэтому прежде чем вы мне говорите, что я умею, да я много чего умею, только мне не нужно работать на дядю за три копейки. Так, Катрин здесь тоже. Катрин, а ты пойдешь в прямой эфир или Олечка? А кто вообще наши девчонки? Просто кто готов выйти в прямой эфир прямо сейчас? Все девочки уже работают, все девчонки, которые здесь у нас как раз в чатике. Вы понимаете, что вы просто получаете ту самую профессию, на которой можете заработать вообще в любую минуту, не важно вы, дома, пандемии, не важно, что с вами происходит, в декрете ли вы, да. Так, Юленька, красотка, пишут наши девчонки. Да, спасибо. Девочки, подайте, кто из наших, да. Но также Инстаграм может удалиться навсегда. Ребят, узнаете, что в этом мире ничего постоянного нет вообще, если вы так рассуждаете. Когда Инстаграм удалится, к этому времени в перспективе для меня, я бы, я уже вам сказала, я хочу иметь несколько квартир, я не рассчитываю на пенсию от нашего государства, потому что пенсия в 10 тысяч меня не устраивает, я хочу сдавать квартиры в аренду и уехать жить в Краснодар. Это вот так вот я вижу свое будущее. Все, и любой бизнес может рухнуть. А вперед пандемии вообще закрылось огромное количество очень мощных, очень крупных бизнес-проектов. Если так рассуждать, то вообще ничего не стоит начинать. Ириш, подай заявку, пожалуйста. Прости, я тебя перебила. Я вам просто на как раз... Ирина, подай заявку, хорошо? Все, мы тебя сейчас выведем. Что все следует? Ирина, ничего не выведем. А, да. Ирина, не видим тебя. Давай, просто все уже готово как раз было, да? То есть что-то, видимо, история наша. Так. Скажите, какие, если есть вопросы возрастных? Нет никаких цензов. У нас была Эля 52 года, совершенно нулевая. Такое потом монтировала. Вы даже себе и представить не можете. Какой монтаж освоила Эля в 52 года? Абсолютно с нуля. Она прямо пришла, она говорит, я вообще, я ничего не понимаю. Она говорит, я вот для меня вообще, то есть, нет ничего. У нее был пустой совершенно аккаунт. Ребят, я живу в этой стране. Ты живешь в этой стране, и хаешь. Я обожаю Россию. И жить вообще ни в какой другой стране мира я не хочу. Но здесь есть минусы, и они большие. Заработные платы маленькие. Пенсии копеечные. Жизнь дорогая. Коммуналка дорогая. Продукты дорогие. И после Нового года опять все повысится. Девочки, привет. Я правда не одна, я с ребенком. Удивец, привет. Звук прерывается. Вот Ира, пожалуйста, об этом говорите, что у нас с мамочкой. Я правда плохо выгляжу, температурой болею. Правда, отлично ты выглядишь. Вот Ира с первого потока работает с двумя, не с одним, а с двумя блогерами-миллионниками. Это всегда Саша Гозиас. Одна из них моя подруга, близкая Гозиас. Саше тоже можно всегда написать и узнать, работает ли с ней Ира. И Саша всегда скажет, да. Поэтому, ну, вы можете дальше продолжать. Я могу сказать больше, девочки. Я начала работать с двумя блогерами, да. Потом Саша мне еще добавила еще работу. После чего у меня поступило еще предложение. И я просто не в силах, я болею и сама думаю, как я буду. И я, в общем, не даже пришлось отказаться от одного аккаунта. Очень плохая связь. Очень плохая связь. Блин. Да, пропадает. Елку мы тут украшаем. Давайте, украшайте. Все, давайте. Девочки, целую, вас люблю. Спасибо вам большое. Спасибо. А вдруг в стране, в другой стране ты никому не нужна. Вот и любишь, типа страну просто дают здесь вам всем жить на халяву. Сидеть и в телефоне, а везде надо работать. А на какую я халяву живу? Ребят, вы когда такие пишете вообще умозаключения, ну, не нужно, пожалуйста, показывать, что вы не блещете умом. На халяву это если бы я жила за чей-то счет. Я не живу ни за чей счет. Я работаю, я содержу, повторюсь, всю свою семью сама. И дальше буду продолжать это делать. Поэтому не пишите бред. Вы просто, ну, как бы, ну, нелепо, смешно смотритесь. Вот здесь у нас еще девочка Сири. Да, с нашего первого потока, которая попала к нам в команду. И теперь работает вместе с нами. Вы понимаете, насколько это супер востребованная профессия, что даже нам не хватает специалистов. И мы из своих же девчонок выбирали, потому что это очень супервыгодно самим обучить классных девчонок и себе же взять уже на работу. Вот Сири говорит, что многим просто удобно. Да, Сири, я с тобой согласна. Многим людям действительно просто удобно жить на 15 тысяч рублей в месяц. Потому что у них очень много страхов в голове. Всегда сделать шаг в новое, в неизвестное всегда страшно. Я согласна. И мне было страшно. Я родилась в Малигом, в крохотном городе Туапсе. Меня воспитывала бабушка с дедушкой. Дедушку парализовала. И всю семью тянула на себе бабушка. Мои родители как бы финансово не принимали участия в моем становлении. И мы из Туапсе переехали в Краснодар. Мне было 12 лет. Страшно? Страшно. Бабушка на тот момент похоронила мужа и со мной переехала в Краснодар. А в 14 я уже поехала учиться в Москву. Страшно? Страшно. Но если бы я не сделала этот шаг в свое будущее, у меня бы ничего бы не было в Туапсе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень много. Помимо этого у меня куча практики еще на обычных аккаунтах, на аккаунтах блогеров, на аккаунтах каких-то очень вкусных аккаунтах. Я с кем только не работала. Я самое все лучшее даю нашим девчонкам. Можно? Да, даю самым лучшим человек. Все свои секреты. Я все свои секреты отдаю девчонкам. Вот все, что я знаю сама, все наработки, все чек-лисы и так далее. Или просто проводишь и говоришь. Я так люблю свою работу просто. Обожаю свою работу. Вот это просто, понимаете, когда, например, я с Юлей познакомилась, когда бы у меня были вообще все мои возможности. На какие-то программы ходить, куда-то езжать. Да, простите, ребенок требует внимания. Все это возможно только благодаря нашей крутой классной работе. Вот. Если есть какие-то вопросы по курсу, может. Вопускной будет у курса. Я уезжаю на праздники. Еще не стали обучаться. Вы же спрашиваете про выпускной. Да, конечно, будет выпускной. И это обязательная программа на первый выпускной. Девчонки приезжали из других городов. Кто-то даже ехал двое суток на поезде. Мы очень классно провели время. Это был колоссальный обмен энергией, опытом. Будет, но мы же не сами выбираем. У нас нет такого, так, обучение начнется вот тогда-то, выпускной будет вот тогда-то. Нет. Мы устраивали голосовалки в чатах, когда людям удобно. Мы старались все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Почему вы живете не так, как вам хочется? Вы живете не так, как вам хочется, потому что вы не сделали еще ни одного шага навстречу. Вы не шагнули в свое будущее, вы даже изменить его, ребят, не попробовали. Вы не все, многие просто пытаются хаять, хаять, абсолютно в этом ничего не понимая. Вот я не могу сейчас прийти, да, не важно куда, да, и обосрать работу другого человека. Знаете, почему не могу? Потому что я некомпетентна в этом. Я в этом некомпетентна. И я не буду лезть и рассказывать людям, как надо. Так. Так. Ну, просто нельзя. И нужно дальше что-то делать, если ты хочешь, чтобы у тебя что-то было, нужно что-то делать. Все логично. Есть движение, есть жизнь. Нет движения, ну, как бы ты труп, ты лежишь, умираешь. А что нужно для работы? Для работы нужен телефон, интернет и ваше желание. Все. И вы хоть можете сами осваивать эту работу, да, то есть вы можете сами искать в интернете какую-то информацию. Но это очень долго, да, это очень долгий путь и очень сложно разбираться. Мы предлагаем быстрый путь, когда мы быстренько вам рассказываем о том, как войти в эту профессию. Что, как, чем, когда вы приходите к клиенту, с чего вы начинаете работать, что вы с ним делаете. То есть у вас будет все-все-все, все чек-листы, какие только нужны. И вы начинаете работать дальше. Есть у нас девочки, которые, например, хотят работать только с блогерами. И мы рассказываем просто схему такую, в которой невозможно не начать работать с блогерами. Невозможно, чтобы они вам не ответили. У меня есть свои схемы, как раз я с девочками как раз ими делюсь. Можно работать, начать с коммерческим каким-то аккаунтом. Кто-то хочет вкладываться в себя, кто-то хочет себя развивать. Это тоже возможно у вас. Вот все на руках, опять же, все схемы хотите, развивайте себя. Есть у нас одна будущая мамочка. А она, например, у мужа есть бизнес. И она, соответственно, развивает страничку СДЭКа. Она развивает, она сама туда, да, то есть вкладывается. Она знает, она все знает уже, что ей нужно делать. То есть им не нужно никакого левого человека. То есть им никого не нужно. То есть она сама туда спокойно вкладывается и уже знает, как это развивать. Очень благодарна. Говорит, я такая нулевая была. Сейчас я спокойно помогаю мужу вести бизнес. Представляете, как это здорово? Вот, кроме того, если вы захотите масштабироваться потом, не знаю, уйти просто давать консультации, какой-то свой бизнес открыть, да, просто давать какие-то аудиты. Это все абсолютно реально и возможно через 3-6 месяцев опыта. Вам уже это достаточно. Катя уже обучает. Что-что? Катя уже обучает. А, кстати, Катя, да, 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 наша Катя прекрасная. Представляете? То есть буквально-таки вот только она еще только-только сама научилась и уже спокойно пошла дальше обучать девчонок. Так и вы тоже можете. И ваш опыт для кого-то будет очень ценен. Что делать-то? Делать все очень просто. Приходите к нам на курс. У нас сегодня, кстати, специальная цена только сегодня. До 12 часов ночи. Все, больше такой цены не будет. С завтрашнего дня мы повышаем цену. Все у нас прописано по ссылке в шапке профиля. Ссылку в шапке профиля вы найдете, да, я надеюсь? Вот, там прописаны все цены. У нас есть тариф без куратора, с куратором, есть VIP-тариф. И, кроме того, если у вас сейчас нет денег, вы можете просто оформить рассрочку, начиная там от 500 рублей буквально-таки есть рассрочка, и, собственно говоря, зайти уже тогда. Субтитры создавал DimaTorzok и, кроме того, что вы можете сказать, что вообще, то есть ни знаний таких не было, ни чатов таких не было, ни возможностей, которые мы даем. Вот вы пишите, что очень дорого. Вы, наверное, не мониторили цены, вы, наверное, не знаете, сколько стоит вообще обучение профессии. И вы говорите, нет, недорого, я в свои знания вкладываю. Я была на одном курсе, который шел весь день, я заплатила тысячу долларов. Тысячу долларов. Ну, то есть это абсолютно... Не то, что... Я за свои знания плачу. Алена за свои знания платит. Мы должны тратить свое время, делиться своими знаниями бесплатно. А вы должны потом их получить и пойти с этими знаниями работать и зарабатывать. Но вы же на свою работу бесплатно не ходите? Или кто-то из вас работает бесплатно? Нет. Ну, как бы точно так же. И мы бесплатно не будем ничего делать. И как бы это логично, ребят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому! Всегда у тебя все получится. Субтитры Алексею Дубровскому! Я именно так и делаю. Я хочу, чтобы каждый из вас ставил перед собой цели и обязательно к ним приходил, непременно к ним приходил. У меня была цель квартира. Потом у меня есть сейчас цель сменить машину, хотя я свою машину очень люблю. И я... И я ту машину люблю. А что ты вдруг решила? И я благодарна. Продолжение следует... Доказывают, что есть профессия в своем менеджере. Но для меня это настолько... Я реально работаю уже 5 лет в этой сфере. Для меня это такая же профессия, как реально парикмахер, как продавец, я не знаю, как там водитель автобуса и так далее. Просто со мной менеджер. Почему вы считаете, что такое нет профессии? Это же смешно. Ну, вы сидите сами в Инстаграме. Ладно, если бы мы с вами на улице встретились, да, я бы еще подумала, возможно, вы как-то далеки от этого. Но вы сами сейчас сидите в Инстаграме и рассказываете, что нет этой профессии. Каким образом? Вы же видите, вы ходите в Инстаграм, вы смотрите на странички магазинов, да, где продается одежда, продаются какие-то разные услуги. Есть эксперты, психологи, да, сидят. Есть остеопаты, есть массажисты, есть такие прекрасные люди, как Юлечка, да, то есть есть вот такие у нас... Это блогеры-селебры, я их называю, да, селебрити, которые звезды. И, соответственно, и так же у них тоже бывает, уходит какая-то реклама. Как можно говорить, что нет этой профессии, если вы сами сидите в Инстаграме и видите, что здесь происходит? Правда. Спасибо большое за поцелучки, уже вижу, да, тут очень стараются. Поэтому вы можете дальше отрицать, а можете пойти сделать первый шаг. У нас девчонки, еще раз говорю, они заходили тоже с неким недоверием, хотя они очень доверяли Юле, но все равно были контакты, и они заходили в Инстаграме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Можно. Люди живут. Если у вас не так, это значит, вы не хотите. Как для вас профессия врача? Да все профессии прекрасны. Если бы не было врачей с золотыми руками, то многих уже не было бы на этом свете, понимаете? Вот и все. Смотрите, если у вас есть еще какие-то вопросы, вы всегда можете написать Юлию в директ. Юля там вам ответит на все вопросы, которые касаются курса. Еще раз говорю, что напоминаю, что цена только сегодня будет вот такая. Только сегодня вы можете зайти по самой, по самой самой низкой цене. Мы мониторили рынок, мы прекрасно знаем, что у нас одна из самых низких цен и тем более те, которые мы можем найти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И это подтвержденная информация, а не просто чья-то там выдумка из головы. Кто преподает на других курсах, я не знаю. С какими вы знаниями оттуда уйдете, я не знаю. Я говорю только за себя. Я можно еще расскажу, что вот у меня есть прекрасная подруга Лена. Да, Лена работала как раз учителем, учителем в обычной школе, учителем русского языка и литературы. Получала на 24 тысячи рублей. С учетом того, что муж ее с мужем в разводе, и муж ее никак не обеспечивает, не обеспечивает двух сыновей. То есть Лене нужно было что-то менять. Поскольку Лена моя подруга, естественно, не могла на нее не повлиять и не рассказать ей про эту прекрасную профессию. Я сама ее лично обучала. И вот сразу же после того, как мы с ней обучились, Лена сразу же, она находится в Саратове, она сразу же нашла себе женщину, у которой 7 ресторанов по городу и дали 7 аккаунтов. Каждый аккаунт по 10 тысяч рублей она вела. То есть поскольку это ресторанный аккаунт, их проще вести, поэтому она согласилась именно на такую сумму. Так вот человек с 24 тысяч за месяц сразу начал получать 70 тысяч рублей. Это абсолютно реальная история и у вас также может получиться. Вот я просто не устаю удивляться людям. Пьяные сидят. Ну если чай с ромашкой, он считается алкогольным, тогда мы сидим пьяные. Вот есть категория людей бабки на лавке. Это вот, собственно говоря, вы. И вы всегда будете, это ваш удел, это ваш потолок, сидеть и обсуждать. Пока вы сидите и обсуждаете, вставляете свои 3 копейки, абсолютно не по делу, просто с больной головы своей берете. Другие идут, делают, зарабатывают, наслаждаются своей жизнью и сидят, пьют в ресторане чай, которого вы называете алкоголем. Если интернет выключится, то вы будете делать курсы вести онлайн? А если свет выключат, вы как вообще будете работать, если вы работаете? Вот если свет на всей планете выключат, я не знаю просто. Да, если, ну вот как вот можно такие истории, да, то есть вы с интернетом живете с какого там уже лохматого года, да, как могут выключить интернет? Это такая же часть нашей жизни реально, как вода, свет, газ и прочие истории. Ну что, если есть еще какие-то вопросы, давай тогда отвечать. Заур, ну вы же мужчина, а вы что ж в женские разборки, как бабуся сплетница, вообще вот сплетники, нет ничего, ладно девки сплетницы, но когда мужики сплетники, ой, мать моя, женщина, нет ничего в этом, хуже этого ничего просто еще человечество не придумало. Итак, ребята, у нас реально, у нас вот наши девчонки с курса, которые работают уже СММ-щицами, спокойно себе работают, спокойно себе зарабатывают, они сейчас перед Новым годом просто поменяли свою жизнь на 180 реальных градусов, да, у вас есть такая же возможность, есть у вас, конечно же, выбор ничего не менять в своей жизни, да, и продолжить так же, заходить в эфиры к другим блогерам и всякую херню писать, да, а есть у вас возможность взять и поменять все в своей жизни, освоить крутую профессию и начать там зарабатывать, например, как это делаю я, мои подруги, девчонки с нашего курса, Катя, за которой, за чьей историей вы следили, вот, поэтому еще раз напоминаю, что только сегодня самая-самая кайфовая и крутая цена, если есть какие-то вопросы, сомнения, возражения, да напишите вы Юле в директ, и она вам все-все-все там ответит. А вот вы знаете, вот девушка задает вопрос, почему при миллионе подписчиков всего 300 человек, от чего зависит, не хейтер, а вот если бы вы изучали бы Инстаграм, да, и знали бы все тонкости, вы бы понимали, почему так происходит, приоткрою вам маленькую занавесу. Есть такое понятие, как теневой банк, когда ты туда попадаешь, тебя ранжируют плохо, и тебя видит минимальное количество твоих подписчиков, поэтому очень многие удаляются на 3-4 дня блогеры, они выходят в эфиры по 3-4 дня, чтобы с них сняли все ограничения, ну и еще ряд, просто ряд причин, почему происходит так. А вы продолжаете говорить, что профессии СММ не существует, однако вот я вам сижу и даю объяснение, а вы не знаете, потому что нет у вас всех этих знаний, а я знаю, потому что они у меня есть. По поводу того, если у вас такой классный курс, почему вы каждый день об этом говорите. Послушайте, магазин М-Видео существует уже очень много лет, и все его давным-давно знают, и казалось бы, зачем о нем говорить, но реклама по телевизору идет просто регулярно, правильно? Правильно. И абсолютно любая реклама, неважно сколько лет вы находитесь на рынке, чтобы привлечь новых клиентов, новых потенциальных покупателей, чтобы напомнить о себе старым покупателям, люди вкладывают деньги в рекламу, либо в рекламу на телеке, либо в рекламу в интернете, в инстаграм, в тикток, где угодно. Точно так же и мы, естественно, мы об этом говорим, потому что у нас начало, в ближайшее время старт нашего курса, поэтому все логично. Какая цена? Алена только что озвучила цену, еще раз проговорим. Давайте, ребят, еще раз я скажу, да. Ну, во-первых, у нас цена сейчас самая-самая низкая, да. Если вы, например, идете на самый стандартный тариф, это стоит 8888 рублей. Если вы идете на тариф с куратором, он стоит 12 990 рублей. У вас есть доступ к куратору, к проверке домашних заданий, к чату, к Юле, вообще ко всему на свете. Ну, а если у вас ВИП, то стоит он 49 990 рублей. У нас есть специальный чатик для ВИПа, там сидит куля, там сижу я. Мы всегда в доступе, мы всегда можем ответить на все ваши вопросы. И домашние задания я проверяю уже сама, лично. И это очень крутая история. Вы не представляете, какая у нас дружная семья. Вот там даже близко нет подобных сообщений, которые участвуют. Кто-то тут заходит и пишет. На самом деле все девчонки друг друга поддерживают. Мы исправляем нерождение и радуемся, когда кто-то находит новую работу. И даже у нас есть девочка одна, которая поделилась всем, что она будет ждать ребеночка. Вот, и посмотрите, как это здорово, да. И то есть вы получаете очень крутое окружение, которым хочется добиваться, которым хочется всего достигать. По поводу работы. Мы даем такие схемы, мы даем чаты специально. У нас огромный список чатов, где точно можно найти работу. Я даю специальные схемы, как написать блогеру так, чтобы он точно тебе ответил, и ты точно начала с ним сотрудничать, с этим блогером. То есть у вас не будет просто возможности не устроиться на работу. Просто не будет. Если у вас есть желание, вы всегда, поверьте мне, уйдете даже еще с несколькими аккаунтами. Вот как наша Ира, которая начала работать с двумя блогерами-миллионниками, которые еще ей подкидывают работу. Она говорит, я больше не могу брать, я просто не успеваю все вести. И она, соответственно, так же уже начинает эту работу и делиться с другими. Ребят, настоящие богачи сидят на островах, кто-то пишет. Вы знаете, я всегда и обо всем говорю честно, как есть. Я никогда не пытаюсь что-то приукрасить, выдавать желаемое за действительное, как очень многие делают. Собчак, я согласна лишь в одном, что очень многие действительно пихают и выдают свою якобы реальную жизнь, свою нереальную жизнь за реальную. Берут в кредиты машины, говорят, что они куплены за нал. Берут в кредит квартиры, говорят, что они куплены за нал. Это все бутафория. Очень многие так живут. Но я всегда говорю честно. Я когда взяла в кредит машину, Алена, ты видела, я джипост писала. Я говорила, я взяла машину в кредит. Я ничего зазорного в этом не вижу. Часть своей квартиры я беру в ипотеку. Я тоже вам об этом в открытую говорю. Я не говорю, что я такая крутая, что себе это куплю, гели куплю. Ну, то есть, для меня это смешно. Это как бы понты, которые никому вообще не нужны. 50 тысяч рублей, это очень дорого. Самый минимальный тариф стоит 8888 рублей прямо сейчас. Кроме того, вы можете просто оформить это в рассрочку. Просрочка о 500 рублей. Вы вносите 500 рублей, получаете профессию, тут же отбиваете эти деньги и начинаете на этом зарабатывать. Что может быть проще? Выигрывают абсолютно все здесь. И это в ваших же интересах. Просто зайти в ту самую профессию, которая не на полгода, не на год. Она еще будет, поверьте мне, развиваться. Да, и вы еще просто придете и спасибо нам скажут, что однажды когда-то прошли наш курс. Как это делают наши девчонки, которые из разных городов приехали, прилетели специально на выпускную, чтобы сказать спасибо. Почему квартира в кредит, если хорошо зарабатываешь? Ну, допустим, я не могу сейчас позволить себе просто так пойти и отдать 16 миллионов. Если бы у меня была бы какая-то финансовая помощь еще со стороны, окей, огромное количество людей, с которыми я работаю, которые получают заработную плату. Если вы думаете, что я зарабатываю миллионы в месяц, ну то это неправда. И кто вам говорит, что после прохождения курса вы будете получать сразу 500 тысяч, это чушь. И я вам говорю, как есть. Не верьте в это, не ведитесь в это. Ну, как бы, возможно зарабатывать и 200, и 300 тысяч в месяц. Ну, время должно пройти. Вас должно узнать как специалиста. Вы должны уверенно себя чувствовать как специалист. Вы дальше пойдете, дальше будете развиваться. А пройти обучение и зарабатывать по 500 тысяч, как многие говорят, пройди наше обучение и зарабатывай по полмиллиона. Нет. И я никогда про это не говорила. Поэтому у меня и квартира в кредит. Мне очень классно рассуждать, не имея вообще как бы квартиры, о том, почему она в кредит. Потому что, еще раз говорю, да, у меня много платежей. Я могла бы вам сейчас здесь сидеть и говорить, что я ее купила за налог. Очень многие блогеры делают. Вот, понимаете, живут на съемных, а говорят, что это их квартиры. Ну, я такой фигней никогда не занималась, заниматься не буду. Я всегда была предельно, максимально откровенно с вами. И вот как есть, так всегда и говорила. Ну, если вас правда не устраивает, если вы любите, когда вам врут и льют в уши, ну, это не по моей части, это тогда не ко мне. Это к другим блогерам. Вот, таких блогеров в наше время много. Марьяночка нам дала запрос, уже девочка с нашего курса. И вот она пишет, спасибо вам, девочки, нянчили с нами, как с детьми, столько знаний. Марьяна, между прочим, давай, она визажист. Это моя лучшая подружка, которая тоже решила в свое время обучиться. Она не собирается работать SMM-менеджером, но ей эти навыки нужны для ее сферы развивать себя. Она выбрала себе профессию. Быть визажистом, наверное, кто-то скажет, что такой профессии не существует. Да, но я вам отвечу, что вы не правы. И они тоже неплохо зарабатывают. Но, чтобы не нанимать сторонних специалистов, которые будут развивать ее личную страничку, Марьяна посчитала для себя наиболее правильным закончить обучение и развивать свою страницу собственноручно. И вот и все. Почему вот есть люди, которые просто сидят и просто извергают какую-то желчь? Ребят, Новый год, праздник, чудеса происходят в этом мире. Столько доброго и светлого. Давайте уже из своего подземелья выходить. Убирайте свой негатив. Но это же невозможно. Почему вы такие токсичные? Почему вы сидите и оскорбляете девушек, которых вы вообще не знаете, которые вам ничего плохого не сделали? Откуда в вас это? Я вам скажу. Наверное, вы несчастный и неудовлетворенный человек. Вам не нравится ваша жизнь и все, что с ней происходит. Но вы не хотите ее менять. И вы свою злость и желчь выплескиваете в этот мир. Хватит. И так кругом один негатив. Вы дергиваете себя из этого состояния. Я еще не знаю, где буду праздновать Новый год. Ладно, вот кто обзывается, знаете, как говорили в детстве, но сам так называется. Я отправляю вас в далекое путешествие. Рано или поздно вы сами захлебнетесь своей же желчью. На нас она не действует, потому что вы как обезьяна, знаете, когда говном в человека кидается, человек за зеркалом стоит, на него говно не попадает, а обезьяна сама в своих экскрементов. Вот так же и вы. Можно просто задать вопрос, да, пожалуйста, вот вы напишите 2021 год, он какой для вас был. Вы просто оцените свой 2021 год. Вот как он для вас прошел. Это был крутой год или не очень. Может быть, что-то с вами происходило. Просто напишите, вот какой он для вас. Вот сейчас вы с ним будете прощаться. Наверняка там все уже итоги, как всегда, подвели, да. Вот, напишите, как вам 2021 год, как он для вас прошел. Хорошо, плохо. Да, Юля, очень красивая, телестремленная девушка, я согласна. Да, приятный сторис. Слушала меня. Я в бане больше буду, у тебя сижу в другого аккаунта, больше не буду разблокировать. Ожастный год, я ненавижу себя. Ой, пожалуйста, так вообще нельзя писать. Себя нужно любить. Мои дорогие, это неправильно. Вы занимаетесь саморазрушением. Почему он ужасный? Плохой год, все умирают, люди, потому что коронавирус. Мама, у вас очень хорошая, люблю ее, спасибо большое. Для меня было очень классно, хоть были негативные моменты. Вот понимаете, насколько важно вообще оказаться в классном окружении, где у всех нормальное, позитивное мышление, где все работают на результат. Думают о результате, и еще и тебя поддерживают. Когда ты сам по себе, где-то в каком-то негативе, то есть у тебя и результаты соответствующие. Никакие. Привет из Дагестана. Ой, Дагестан вообще, это моя любовь, очень длинная. Вот понимаете. А когда вот у нас огромное количество девчонок, которые просто прух на пролом, там еще раз говорю, там нет возможности не сделать результаты, нет возможности не устроиться на работу, не начать зарабатывать. Понимаете, это какая история. Просто потому, что вокруг тебя люди единомышленники. Это очень важно. Это даже психологи доказали, да, что вот кто вокруг тебя, кто тебя там окружает, да. Если, например, вокруг тебя все спортом занимаются, ты будешь спортом заниматься. Если вокруг тебя все бьют, ты будешь пить. Это уже психологически просто чисто доказано. Поэтому насколько важно просто оказаться в классном окружении и начать делать результаты. Нет, менять свое мышление очень многим однозначно надо. Вообще, более того, с этого нужно начинать. Вот именно с этого нужно начинать. Юль, давай честно, смотрю твою страницу несколько месяцев. Все, что я увидела, зависимость от телефона, нет режима распорядка дня, засыпаешь поздно, просыпаешься поздно, что чревато для организма. Конечно, моя работа, она напрямую зависит от телефона. Я даже врать не буду. У меня есть цели. И я готова где-то наступить на горло своему желанию летать, отдыхать, своему желанию подольше поспать, своему желанию провести время без телефона, потому что я хочу обеспечить себе нормальное будущее, нормальное, настоящее. Я не хочу, чтобы моя мамочка ни в чем нуждалась. Телефон, ну как у хирурга скальпель, да? Ну то есть для работы ему нужен скальпель хирургу, грубо говоря. Ну так же мне для работы нужен телефон. И это мой выбор, мой абсолютно осознанный выбор. Я знаю, что такое жить, когда денег нет. Я знаю, что такое ходить в магазин и думать, блин, что купить мне? Это купить? Куплю я сейчас кофточку, значит там завтра у меня не будет денег, грубо говоря, когда я там еще в институте училась, не будет денег на обед какой-нибудь, да? Я не хочу себе этого. Я не хочу говорить маме, которой там нужны какие-то лекарства. Я не хочу говорить, мам, у меня нет денег купить тебе лекарства. Поэтому это мой выбор. Я, да, сейчас времени в телефоне провожу много, не спорю. Ну и, соответственно, доход мой от этого зависит напрямую, и он растет. Тут только я решаю. Час времени в день мне провести в телефоне, либо там 10, 15, ну, неважно сколько часов. Потому что, мам, вот есть тут мамочки в декрете, если скажите, да или нет, плюсики поставьте. Ну, что такая история, я тоже сама с ней в свое время столкнулась до того, как я стала вообще работать в профессии СММ, что вот реально до полутора лет ты сидишь там, какие-то еще деньги получаешь от государства, а потом все, ну, то есть потом тебя всех каких-либо денег тебя, получается, решают. И тебе надо либо идти на какую-то работу, либо чем-то заниматься из дома. Что мамы делают? Вот, да, да, пишет как раз Кристина. Вот, и что делают мамочки? Мамочки начинают, что они делают? Они пекут какие-нибудь торты, печеньки, они там, не знаю, шапки вяжут, купальники вяжут. Что еще им остается делать? Да, если тебе не нравится ни то, ни другое, ни третье. Ну, в Инстаграме сидеть всем нравится, да, то есть, вот на самом деле у нас девчонки, я даже специально спрашиваю, говорю, я вас так, пусть только даю знаний, столько какой-то информации, скажите, сложно, они говорят, сложно, но так интересно. У нас девочки некоторые ночами не спали, просто сидели, работали, что-то монтировали, что-то делали, настолько им все это нравится. Поэтому у вас всегда есть выбор, да, как бы вы можете прекрасно сидеть, вязать купальники, это тоже классная, наверное, профессия, тоже, наверное, на этом можно заработать. Но если вы не любите это делать, да, что делать вам, когда вы сидите в декрете? Чем вам еще можно, как можно еще зарабатывать? Я вот для себя такое открыла, да, вот плюсики как раз у нас пошли. Я вот для себя открыла такую историю очень когда-то давно, и поверьте мне, я безумно счастлива. И у меня ребенок был дико аллергичный, и я должна была с ней все время ездить на море, и для того, чтобы у нее там аллергия это проходило. Я жила месяцами, да, то есть как раз улетала, я жила месяцами на море. Я могла себе это позволить просто, потому что, первое, у меня были деньги на это, потому что я зарабатываю как раз, а второе, это то, что я работала на удаленке. Даже когда я работала над какими-то ТВ-проектами, я работала на удаленке и спокойно могла себе вести аккаунты, находясь вообще там за тысячи-тысячи километров спокойно у моря, да. И у меня ребенок спокойно в песочке копался, а я сидела, соответственно, и дописывала все, что мне нужно. Это еще раз говорю, что это потрясающая профессия, которая дает вам массу возможностей, и только вам выбирает, пользоваться ими или нет. Сири пишет, я в который раз убеждаюсь, что горжу, что я СММ, а не блогер, столько негатива. Ну, люди разные, Сири, ты знаешь, я на этот негатив не обращаю внимания, я просто таких людей блокирую. Раньше я отвечала им в очень грубой форме, кто-то пишет, что отвечать вообще не надо. Да, в Библии написано, вас ударили по правой, представьте еще левую, но я не груша для битья, я не позволю никому писать негатив про меня, про мою семью, про моих друзей, про мою подругу. На пустом месте, когда мы ничего плохого людям не сделали. Я считаю, что человеку, если нравится жить с негативными установками и с негативным взглядом на этот мир, пусть он живет. Просто другие пусть не попадают под эту его волну, вот и все, мне как бы это не надо. Ты сильный человек, очень много глупых людей, правда. Ты знаешь, я понимаю, Сири, что я этот мир не изменю, и у меня нет такой цели, да, поменять всех людей, дать им возможность понять, что все блоки, они в голове, и люди сами устанавливают себе границы. Это их жизнь. Кто хочет жить так, пусть живет. У меня, когда я переехала из Краснодара в Москву, одна, я потом очень, я была первая, я потом очень многих подруг, я вчера тебе рассказывала ту историю, еще многих подруг хотела, ну, переманить сюда. Кто-то сразу не хотел, потому что, ну, любил Краснодар и все устраивало. Кто-то приезжал, жил месяц, два месяца, сдавался, разворачивался и уезжал домой. Ну, как бы это просто не в моем характере. Если мне действительно что-то надо, если я действительно ставлю перед собой цели, я к ним иду, спотыкаюсь, падаю, набиваю шишки, это нормально. В этом заключается жизнь. Мы набираемся опыта, но иду дальше. И людям просто хочу привить то же самое. Меняйте и меняйте свою жизнь, если она вас не устраивает. Если она вас устраивает, живите ради бога так же. Продолжайте. Если не устраивает, попробуйте хотя бы что-то поменять. Кто-то пишет, она пьяная, «Ребят, я вообще не пью, и Катя права. Я вообще не пью алкоголь, я за рулем». И уставшая, может быть, глаза красные от мейка, ну, потому что у меня была утром фотосессия, я встала в 7 утра, при этом поспав 3 часа. Да, когда человек устал, ну, наверное, он выглядит так же. Вот, ну что, я думаю, мы можем закругляться. Да, еще раз, еще раз вам напоминаю, что если есть какие-то вопросы, сомнения, да, то есть напишите вы лучше отдельно в директ. Юля, Юля, вам там все ответит. Хорошо? Договорились? Бываю уже. У Юлечки сегодня был просто самым ранним утра на фотосессии, потом угощена свое сделала, да. Ой, Ирчик пишет тоже с нашего курса. Юлечка, ты живая, ты такая сильная, очень душевная и общительная. Одна из моих целей была встретиться с тобой. Какие вы классные. Спасибо, мой хороший. Вот почему, еще раз, да, негативных много людей. Их много и в инсте, и в жизни. Я понимаю, что это из-за того, что они просто внутри себя несчастные. Счастливый человек не будет писать другому человеку на ровном месте гадости. Но есть обратная сторона. Это те люди, которые меня любят, которые мне желают добра. Я их люблю в десятикратном размере, еще сильней. В десятикратном размере я желаю, чтобы у них только белая полоса, только светлые, добрые люди встречались на их пути. И вот эти люди меня как раз таки и мотивируют. От них исходит колоссальная энергия, колоссальная поддержка. И я понимаю, что все, что я делаю, я делаю не зря. И, значит, мой блог, которому не один день, значит, он тоже живет не зря. И когда мне в директ приходят вот такие вот сообщения, как сейчас написала Иришка, за что я еще раз большое спасибо, Сири пишет, что она любит. Еще вот Анютка пишет, меньше обращайте внимание на негатив. Вот это самое главное. Кто-то пишет, что ты оправдываешься, ты блогер должна принимать негатив. Нет, мои дорогие, я никому ничего не должна. И вы никому ничего не должны. Я живой человек, я не робот, мне бывает больно, мне бывает неприятно, понимаете? И, конечно, когда меня незаслуженно обижают, то я обижаюсь, я достаточно ранимый человек, и меня можно обидеть. Просто я научилась на неадекват, ну, не реагировать, не подпускать, это близко к сердцу. Я понимаю, что добрых, хороших людей их в десятки раз больше. В моем окружении так сто процентов. Мариночка, да, обожаю вас красотки. Спасибо тебе огромное тоже. Так классно, что все девчонки с первого курса пришли поддержать. Хотя мы даже никому не говорили. Никому не просили сегодня зайти в прямой эфир и поддержать. Юль, ты говорила, что против прогрева, а сама перед запуском курса заварила всю кашу с Катей, прижала к ней в село, забрала ее, это и есть прогрев. Знаете, я вам скажу так. Кате я помогла. И Катя это подтвердит. Помогла и ей, и ее семье. И вы можете называть это как угодно. Прогрев, загрев, разогрев. Вот абсолютно как угодно. Я могла бы взять актрису, как это делают практически на всех курсах. Не буду говорить про все, потому что за все не могу отвечать. Ну, практически на всех курсах. И не было бы никакого геморроя. Я помогла одному человеку. А в ее лице все ее семье. И называть вы можете это как угодно. Я помогла из личных побуждений и по своим личным соображениям. Поэтому, а сейчас Катя, благодаря тому, что она освоила, дальше содержит свою семью. И дальше помогает всей своей семье. Поэтому тут, как хотите, так и называете, ребят. Ну, видишь уже здоровье, добра, позитива. Смотри уже, пошли у нас приятные комментарии. Да, не надо все близко к сердцу принимать. Зачайный смс. Хорошо. В любом случае, мы с огромным... Вот ты хочешь, бля. Вот, не прямое доказательство прямо здесь, да, вот, что есть девочка. И что она абсолютно спокойно может, ну, мне кажется, практически не мешая работать, вот. Но в любом случае, мы все равно вместе с ней никак не могу я даже садик устроить. Поэтому, по-моему, мне так не жалко расставаться. Хотя сейчас уже можно. Да, 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 хотя уже можно, потому что три с половиной годика. И у нас очень многие девчонки, вот, они сидели, курс слушали, они сидели, я смотрела на них, у нас там видны были вот эти вот окошечки. И сидели на кухне, и сидели с детками. Реально, то есть они сидели и слушали. И нет, находили никаких отмазок, что это все лохотруды, или еще что-то. Иди, беги, 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 мои сладкие, беги. Мариша, спасибо большое. Ты слишком навязчива, ребятик. Мне такое ощущение, что вас кто-то просто силком притащил в мой прямой эфир. Вас кто-то силком заставил на меня подписаться. У нас же в стране свобода выбора. Да, свобода слова уже, наверное, не могу сказать, потому что нет ее. Но никто никого не держит. Те люди, которые меня любят, которым я интересна, они со мной. Я, допустим, в жизни не буду общаться с человеком, который мне неприятен. Я в жизни не пойду к нему в гости, потому что он не вызывает у меня симпатии. Вы, получается, приходите ко мне в гости и говорите, что я навязчивая. Но это же не моя проблема, это же ваша проблема, разве не так? А кому-то смешно слушать. Это великолепно. Смех продлевает жизнь. Тем более сейчас, когда холодно, зима, слякоть, когда все люди насупившиеся, угрюмые. Это классно. Вы смеетесь, это офигенно. Вы заряжаетесь хорошими, позитивными эмоциями. Ребят, если кто-то думает, что ткнув меня каким-то моим прошлым, сделает мне неприятно, нет. Без прошлого не было бы настоящего, и никогда бы не было будущего. Поэтому я рада за все этапы, которые были в моей жизни. Именно они меня закалили, именно они меня сделали сильней, именно они сделали меня тем человеком, которым я являюсь на сегодняшний день. А не зная своего будущего, я бы так громко бы не рассуждала о чужом прошлом. Смешно, когда люди с левых аккаунтов пишут плохое трусы. Согласна, согласна. Ну, это и худел. Это и худел. Почему всегда прощаешь мандезир? Ребят, не хочу больше комментировать вообще эту историю. Вот правда, не хочу. И попрошу вас не задавать мне вообще этих вопросов. Ну, по крайней мере, какое-то время. Когда-нибудь мы, конечно, с вами поговорим на все эти темы. Наверное. Но не сейчас. Все верно, без прошлого нет настоящего и будущего. Да, именно так и есть. Еще смешнее, когда пишут с аккаунта «Счастливая мама двух ангелочков». Это отдельная категория, когда ты можешь открыть сообщение, а у тебя написано «Сдохни, тварь». Просто, просто, без привета, без ничего, просто «Сдохни, тварь». Ты заходишь к человеку на аккаунт и думаешь, что сподвигло тебя такое написать. А у меня написано «Счастливая мама сыночка Димки и голубоглазая принцесса Аленки». И, естественно, она счастливая жена лучшего в мире мужа. И ты думаешь, ого, ничего себе. Ну, если это так и выглядит счастье, то лучше пусть оно пройдет мимо меня. Чтобы я вот такое вот писала людям, когда я счастливая. Счастливый человек не, ну, как бы, он не будет желать другим зла. Ну, я обожаю мамочку, бабочку. Привет из Германии. Спасибо большое. Очень приятно, правда. Очень-очень приятно. Ты хорошенький, очень открытый человек. За тобой наблюдаю. За тобой приятно наблюдать. Мамочки, здоровья. Спасибо большое, ребят. Всем. Я, правда, очень устала, потому что сегодня пару часов поспала, рано встала от такого яркого макияжа. Ой, потому что я так ярко в жизни не крашусь. Немножко у меня подустали глаза. Видите, я хотя бы сразу сняла. У меня вообще был макияж со стразами, потому что была фотосессия. Любимая тоналка на каждый день. Я раньше пользовалась Estee Lauder. Мне он очень нравился. Ну, во-первых, он достаточно небюджетный, достаточно дорогой, плотный. И неудобно его нанесить. Я сейчас смешаю Estee Lauder и коллаген. Очень мне нравится. В общем, я с вами, мы с вами прощаемся. Желаем вам в Новом году, потому что, не знаю, наверняка еще будет прямой эфир, потому что вы постоянно мне пишите «Юля, ну давай почаще выходи в прямые эфиры». Ну, на это же нужно время. Вот, поэтому я вам желаю, пусть Новый год принесет вам исполнение всех ваших, не люблю слово «мечта», люблю слово «цели». Пусть Новый год воплотит и реализует, поможет вам реализовать все цели, которые вы перед собой ставите, даже если вам они кажутся на данный момент абсолютно несуществимыми. Я тоже так раньше думала, что, ну да, там, покупка квартиры, там, машина, блин, ну как я могу себе ее позволить, если у меня такой возможности нет. Все реально, абсолютно все реально. Главное этого хотеть, главное это желать и двигаться, делать какие-то шаги навстречу к мечте. Не просто сидеть, да, и комментировать чужую жизнь. Нужно брать под контроль свою жизнь. Поэтому, еще раз говорю, никого не заставляем, никого не уговариваем. Если вы хотите, если вы осознанно готовы к изменениям, готовы поменять свою жизнь, если вы не хотите больше жить, выживать, если вы хотите посмотреть на этот мир по-другому и понять, что все возможно, возможно больше зарабатывать, возможно проводить больше времени с детьми, с любимым мужем, с любимыми родителями, сидеть дома нянчить ребенка и параллельно сидеть работать. Если вы просто хотите посмотреть на этот мир по-другому и позволить себе большего, мы ждем всех на нашем курсе. Потому что я знаю, что наш курс действительно, помимо качественного образования, еще дает вам офигенное окружение и супернереальную мотивацию. Если вы понимаете, что сейчас еще не ваше время, все равно не сидите, просто не сидите, не довольствуйтесь тем, что вам просто приходится сейчас принимать. Нет, не живите вот из расчета приходится. Пока вот у меня нужда, живите так, чтобы в старости было вам о чем вспомнить. Это очень важно. Да, все обнимаем вас. На самом деле, да, просто пообещайте, что вы что-то постараетесь изменить в своей жизни, с нашим ли курсом, либо без нашего курса. Но самое главное, что вы будете стремиться к лучшей жизни для вас. Вот мы всех обнимаем. Всем посылаем лучики позитива, добра и воздушный поцелуй даже тем людям, которые извергали экскременты. Будьте в этом году как можно добрее и жизнь, возможно, повернется к вам не жопой, а другим местом. Слишком завышенный тарифный курс. У нас есть рассрочка, в которой вы сразу же просто отбиваете деньги сразу же в первый месяц работы. Поэтому нет у нас абсолютно классные, крутые цены, а на рынке гораздо они у всех выше. Все, сколько стоит курс? А сколько штатки профиля все есть? Да, да, да. У кого есть какие-то вопросы, просто, просто напишите в Юлю в Дерект, она там все на все ответит. Хорошо? До 12 ночи сегодняшнего дня у нас действует специальница. С завтрашнего дня будет повышение. Поэтому, если вы думаете, думаете еще, не думайте, потому что завтра он будет уже дороже. Все. Всех люблю, всех целую. Всем хорошего дня, вечера. Ну, может быть, кого-то дня. Так, Ален, на крестик. Ты давно до прямой эфира не выходила. Ты пиа. Ты пиа.